Достаточно сравнить объем и темпы роста ВВП в России и ее соседей, особенно передовых держав, мира, динамику развития науки, образования, медицины, географию новой научно-технической революции, идущей по планете темпами потрясающими воображения, чтобы убедиться, что Россия безнадежно отстала. В действительности Россию, добровольно отгораживающейся от неудобного, непослушного, требовательного к ней внешнего мира, гарантированно ожидает участь бобыля, прозябающего на обочине. Запрет телеграмма – уверенный шаг в этом направлении. Телеграмм – национальное достояние, которым Россия должна была бы гордиться. Самая известная в мире высокотехнологическая компания, связанная с Россией, созданная без распила бюджетных средств и природных ресурсов. Компания, создатель которой, еще в соцсети ВКонтакте Павел Дуров, стал героем целого поколения. Русский Марк Цукерберг. Вы вообще можете себе представить такое, чтобы в США власти начали бороться с Цукербергом или отключать Фейсбук, или Твиттер, или повели бы войну на уничтожение Илона Маска и всех его проектов? А вот государство российское это делает, не моргнув глазом. Тем самым оно на самом деле совершает самоубийство. Потому что страна, убивающая в прямом и переносном смысле лучшее, что у нее есть, не имеет будущего. Вопреки рассуждениям Суркова про то, что Россия – западно-восточная страна-полукровка с ее двуглавой государственностью, гибридной ментальностью, межконтинентальной территорией, бесполярной историей и она, как положено полукровке, харизматична, талантлива, красива и одинока. На самом деле она становится все бездарнее и уродливее. И вместо былой харизмы моложавого преемника Ельцина – лицо подушка постаревшего, подурневшего и совсем утратившего связь с реальностью президента. А вот про одиночество Сурков врет и не краснеет. У путинской России в союзниках отнюдь не одни армии и флот, как любил говорить давно почивший государь-император Александр Третий. Под объединяющим лозунгом «Хамство, сила, наглость» у России подобралась чудесная компания друзей. В лице турецкого автократа Эрдогана, кровожадных иранских Аятол, любителя травить химическим оружием сирийского диктатора Башара Асада, неистовой француженки Марин Лепет и других европейских ультраправых. Ким Чен Ина только не хватает для стилистической завершенности этого перечня. А вот Павел Дуров со своим телеграммом, увы, сюда никак не вписывается. Может, это и хорошо. Без миллионов Павлов-Дуровых, уехавших и продолжающих уезжать из России на Запад, в поисках лучшей, свободной, нормальной жизни, путинская Россия долго не протянет. Евгений Киселев